На данный момент ремень склеен, его тиснение и покраска закончены и с внешней и с внутренней стороны. Край ремня обрезан, закруглен и отполирован. Мы готовы размечать отверстия для крепления пряжки. Несколько слов о том, чем размечать. Вы видите у меня в руках и ручку. На самом деле это не обычная ручка. То есть ручка обычная, но сам стержень специальный. Schneider 75 Silver. Это специальный стержень для работы с кожей. Он пишет серебристым оттенком, который хорошо виден на коже любого цвета. Он не размазывается и его можно стереть. Для удобства я вырезал шаблон из тонкого пластика. Отверстия размечены. Пробиваю их дыроколом. Такой дырокол удобен, когда отверстие находится недалеко от края. Если же отверстие находится далеко от края, то нужно использовать пробойники в виде заточенных трубочек разного диаметра. Длинные отверстия для языка пряжки тоже можно пробить специальным пробойником. Но у меня не было подходящего размера, и вместо него я пробил два отверстия и соединил их ножом. Внутренний край длинного отверстия обработал с издельным мылом и полотном. Потому что внутренние края тоже должны выглядеть хорошо. Сейчас хорошо видно, что внутренняя полоса кожи не доходит до самого конца. Это сделано для того, чтобы в районе пряжки не было утолщения ремня, которое может мешать или просто некрасиво выглядеть. Если ремень сделан из одной полосы, то ее в районе пряжки утоньшают, срезают ножом почти наполовину толщины. Наша пряжка будет крепиться на винтах. В будущем это позволит выбрать и поставить на этот ремень любую пряжку такой же ширины. Продолжение следует...